Удобная программка, не требует никакой загрузки, установки, просто открываете сайт, включаете и работаете. Вот таким нехитрым способом можем создавать значок. Всем привет! Сегодня мы продолжим знакомство с онлайн редакторами и покажу вам такую замечательную версию. Найти ее в гугле очень просто. Пишем Photoshop Online. Вот она первая ссылочка. И вот у нас открылся редактор, очень похож на Photoshop. Единственное, что реклама есть, ну а куда же без нее. Как пользоваться этим графическим редактором? Вот смотрите, нажимаем аккаунт, бесплатно, полная функциональность и история запоминания 30 шагов. Можно купить премиум аккаунт и так далее, тут можете ознакомиться. Теперь по функционалу. Меню на русском языке, если что, можете поменять на любой другой язык, который здесь доступен. Очень удобно заходить, как в обычном Photoshop. Заходите и выбираете. Вот слева у нас инструменты. Тоже как в Photoshop. Можно вот так вот выбирать разновидности этих инструментов. Есть также вот основное окно. Можно создать новый проект, открыть с компьютера. PSD шаблоны. Тут, кстати, сохранение всех проектов в формате PSD, Photoshop. И справа у нас работа со слоями. Тоже дополнительные характеристики здесь есть. Можете посмотреть. Можно почитать об этом приложении, пройти курсы. Ну и еще большой плюс, то что это приложение можно запустить на смартфоне или в планшете, в дороге где-то. Надо только интернет, чтобы был доступ. В Chrome открываете, запускаете и работать. Единственное, что, конечно, чем больше памяти у вас будет в смартфоне, тем быстрее и лучше будет работать приложение. Удобнее, конечно, работать с мышкой на компьютере. Заходите на сайт и работайте. Ну а я создам новый проект и создадим вот значок в этом редакторе для этого видеоролика. Значит, ширина высота 1280 на 720. Нажимаем создать новый проект и начнем с чистого листа. Так сказать, вот у нас первый слой открылся и выберем, допустим, градиентную заливку. Вот мы ее выбрали и выберем тип градиентной заливки, тоже как в фотошопе, видите, допустим, вот такую вот мы выберем и заливаем. Вот так вот раз, заливочка, можно вот так вот. И в истории вот у нас запоминает 30 действий, можно бесплатно, в бесплатной версии помнить. Так, теперь введем название значка тут, допустим. Вот в фотошоп браузере выберем цвет для выделенного участка белый. И вот у нас он как будет смотреться. Давайте увеличим шрифт. Значит, увеличиваем, допустим, вот так вот. Сделаем его жирным. Так, вот уже смотрится нормально. Здесь вот можно вот таким образом перемещать. Вот, как в фотошопе сделаем вот такой вот элемент, ну, допустим, в виде флага. Так, и здесь вот можем подкорректировать, ну, да, вот так вот, вот так вот объем можно придать, изгиб поменять. Есть. Теперь фактически можно еще создавать новые слои. Здесь вот внизу, видите, элементы по управлению слоями. Ну, и в новый слой мы можем добавить логотип этого редактора. Вот сюда вот раз, вставили. Удерживая клавишу shift, оно пропорционально может увеличивать. Переместим, допустим, вот сюда. Вот так вот немножечко уменьшили. Ну, и можно повернуть вот так вот. И еще давайте добавим логотип хрома. Вот у нас есть логотип хрома тоже с интернета взяли. Добавили. Немножечко его подкорректировали по размеру. И вот так вот у нас два элемента. Ну, вот логотипы мы немножечко подвинули. И давайте теперь сделаем эффект облака под этими логотипами. Для этого вот у нас, видите, каждый элемент добавляется на новый слой. А мы вот на этом слое, который создали, создадим эффект облака. Для этого выбираем градиентную заливку. Выбираем вот такой тип заливки. И радиальную выберем. И делаем такую вот зарисовочку. Начиная с центра. Вот так вот. Вот тут немножечко еще поярче. И под хромом тоже. Ой, это большое, меньше. Вот так вот. Но хром у нас не прозрачный. Ой, это большое. Не надо. Вот таким нехитрым способом можем создавать значок. Теперь, конечно же, надо сохранить его. Вот новый проект у нас сохранен. Вот у нас новый проект сохранился. Но можно было, конечно, ему дать имя. Можно было сразу дать, а мы переименуем здесь знак. И теперь, если вы захотите потом что-то переделать, опять же, запускаете Photoshop Online. И прямо вот отсюда можете этот проект вот так вот раз и сохранить. Видите, он сохранился. Давайте, чтобы YouTube это понимал. Нажимаем файл сохранить как. Выбираем формат. JPEG. Параметры правильные. Нажимаем сохранить. Вот в нашей папке появился знак уже в виде картинки. Вот такой вот у нас значок получился для этого ролика. Вообще, возможности данной программы широкие. Здесь можно и коллажи, и сделать эффект, добавить обучающие материалы. Есть PSD-шаблоны. Вот уже готовые. Видите, то есть можно вот открыть и посмотреть. Вот, например, для такой вот картиночки идет загрузка. Видите, уже со слоями, со всеми объектами. Можно их включать, отключать. То есть это вы можете корректировать. Удобная программка, не требует никакой загрузки, установки. Просто открывайте сайт, включаете и работайте. Делитесь этим роликом со своими друзьями. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok